Девушки отдыхают. 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 о том, что перед проходом и шеихом начнется переборот, который мы сегодня видим, это по большому плану по всему миру где дети начинают помогать родителям вернуться к своим местам это все рыба говорит на этой геморре и милисаит я говорю, на Туранте смотри, ну смотри какое поколение, вот у нас это все никотив рыба может перевернуть то, что дети не слушают родителей здесь ничего нового нет, это было всегда не, ну так, как сейчас теперь они говорят, идите подальше не только не говори мне даже не заикайся но новое, что мы видим, которое никогда не было дети начинают тянуть родителей в правильную сторону вау, это что такого никогда не было это говорит, что вот это что говорит геморре вот это проказ это показывает, что это времена говорим и про это, и про это скорее всего есть мудрецы, которые говорят израмы приносим разные вещи которые говорят про Нахаханшеемры которые говорят перед приходом царя Машеха Йов Алийо придет Алийо то есть раньше он сказал что Алийо придет имеется в виду что встанет пророк который начнет готовить евреев к приходу Машеха здесь он говорит это мы находим в псуке в Танах а здесь мудрецы говорят что перед приходом Машеха придет Алийо и теперь Рамба продолжает и все эти вещи и похожие человек не может знать как они будут а чьи пока они не будут почему почему мы не знаем четко что будет как будет потому что эти вещи он говорит скрытые в словах пророков пророки говорят но не доводят до деталей до ясности что это они дают общую идею они не доводят стумим они оставили это скрыто но мне кажется что они и сами не до конца понимают слушай пророк он говорит это значит то что Бог ему дал сдать пророки он ему дал знать общее не дал ему также мудрецы у мудрецов нет четкое передание обычно у нас полно митвы здесь что мы делаем вот так вот так полно в Талмуде есть кабола от мошар он говорит рамбам говорит так же у мудрецов нет кабола в этих вещах то есть рамбам взялся написать законом шеха зная что это в Торе закрытая тема никто нигде это не раскрыл однако он говорит что специально так сделал да он говорит у пророков скрыто и у мудрецов никому не было передов если бы это открыто не было бы других религий а ему надо было чтобы были других религий чтобы донести до этого причина да но я говорю что в этой ситуации рамбам об этом пишет и он взялся и написал закон то есть ему надо было все-таки он понял замысел отворца да но нужно узнать что Всевышний хочет он на базе Тора это что я говорю в этих аллахах здесь переворот почему видишь переворот интересно бесеса это как кесов Мишна это махабр это есть савкара пишет комментарий на весь рамба подходит к Мушейху смотришь он подходит к Мушейху кесов Мишна смотришь что он пишет этот параграф и следующий 11 и 12 вешах емун и стейвис хорошая вера правильная вера в приход Мушейха мне нечего там объяснить рак только только то что он писал ничего не могу добавить то есть нету традиции то есть поднял руки он говорит я это Бейс Йосеф он пишет комментарии на весь рамба карбанок бетамигдаш все тумы тары здесь достаточно детально писал здесь он сказал поднимаю руки мне нечем объяснить это crazy поехали дальше у мудвецов тоже нет четкого предания как оно будет всего лишь что они научат это что мы понимаем от псуки который есть в Танах от этого что они говорят от этого мы начинаем что-то понимать на фигах поэтому есть разномнение в этих вещах почему потому что в Танах это неясно на вием это не раскрыли и у мудрецов нет предания как оно будет поэтому есть много споров этот понимает так этот понимает так в любом случае порядок этих вещей что будет раньше что второе что третье это не основа в юдоизме как будет раньше это раньше это человек чтобы не занимался много и это что это не ковыряйся не ковыряйся в леярых би дивры мидрошис и не агодость это одно потом дивры мидрошис разный друшим который есть у ха хамим а амурим би ньо не милу которое сказано в этих вещах которые я упомянул у каейцеба и похоже он же сам это делал хороший вопрос сейчас к этому подойдем не только сам делал написал еще холохот а говорит нам туда не лезь так что что здесь происходит и слушай в лея симом икер и не делай из них из этих деталей главную шейна мивин эти вещи не приносят лейли дыагвы они не привозят любовь богу лейли и не страх бога будешь спорить что будет раньше когмогик или лея оно не меняет ничего и у нас нет ясности точно как оно будет поэтому не лезь туда не трать время на это значит и он тоже не знает секундочку как он знает слушай в хейн так же леях шевакитин что он не считал когда дата когда придет на шейх как многие считали и видели разные омрухахом и мрамом говорят дальше мудрцы сказали ты бог дайте что потеряли голову шалмахашвикитин шалмахашвикитин те которые считают даты когда придет на шейх эло что он должен делать ехаке ждет в ямин и верил бхлала добра общее понятие прихода на шейх кмэй шабиар как мы объяснили здесь очень интересно кстати когда он говорит здесь не ясно он говорит что не ясно милхаммез гейгемо гейгемо эббес алияху что будет раньше что будет позже и так далее он говорит это не ясно и туда не лезь он не идет назад он это не сказал в первом в одиннадцатом он говорит очень четко что мы можем ожидать на это он не на это он говорит на разные другие детали которые есть в истории много разов он говорит туда не лезь потому что нет у нас кабала и нет и в Неви им тоже много ясно тем больше скоро будет он говорит есть махлейкес и поэтому он говорит это не кирбедас но он же Зогар не видел как не видел Рамбо мучил кто он это сказал так я рассказываю вам же это ошибка Большемтов сказал что Рамбо мучил Зогар знал кого во-первых во-вторых выслышали весь Зогар он мучил во-вторых те которые делали сноски на весь Рамбо откуда он взял это есть несколько мест в Рамбо где единственный источник на это это и Зогар нет ни в Мегрошин ни в Толмуте Зогар Хадаш у него не было Зогар Хадаш тоже это вообще Малеха у него не было это это в второй части кто это говорит я знаю мир тоже такой Зогар Хадаш у него не было может быть а в Арашар у него был Зогар потому что ближе он не может это писать что без Зогара он не мог это все я вам рассказываю почему я рассказываю те кто делали Марли Микеймос откуда Рамбо взял есть несколько мест в Рамбо где этого нигде нет в Торе только Зог единственный источник и ты видишь он это взял оттуда это во-первых Малшемтов это был человек который разбирался и понимал видел вещи он сказал что Рамбо был величайший каббалист только в его время это было не время распространять и поэтому он это не раскрыл когда ты учишь его Мейренвухин ты видишь что он знает каббалу это в Рамбо здесь ты этого не видишь а когда начинаешь Мейренвухин там где он отвечает ответы для он признавался он не раскрыл это было не время раскрытия когда кто-то говорит что Рамбо не учил скажите мне кто говорят кто это сказал это должен быть кто-то кто может такое сказать если я сказал и тот сказал сказал или не сказал какая разница мне так кажется это ничего не стоит если это сказал кто-то так я хочу слышать кто это здесь я знаю у меня есть Большемт сказал, потому что он этот авторитет который может такие вещи сказать если есть кто-то, ты мне скажешь какой ты сказал, Рабакима сказал, кто сказал после Рамбома, кто это был имя его, и где это написано тогда есть о чем спорить, а так люди говорят, говорить тоже ничего, люди на улице говорят очень много вещей Дознбет не имеет никакого малын Рэба здесь объясняет, что вот эти детали, не ясно как они будут, пока они будут Это Рамбом объясняет Да, это Рамбом, да Рэба говорит, что это есть люди говорят, окей, мы не знаем мы ничего не знаем Первый аллахов, который Рамбом написал он писал четко как оно есть, и говорит, что это закон и это кофр батара и так далее Эти детали как его опознать, что он будет делать и кстати, это объясняет так же сейчас увидим дальше давайте продолжим дальше здесь еще много интересного у нас здесь 700 страниц немного всего лишь на эти 9 аллахов возьмем Аллах и Гимн следующее, просто сам Рамбом внутри сегодня приезжает Исрая завтра утром вы уже занимаетесь ты мне дашь знать в дни царя Машеиха Рамбом говорит дальше когда его царство осадит то есть вначале это будет бурно принимаем, не принимаем когда его царство, он говорит это значит успокоиться успокоиться, устаканиться выискавцу Эйлоу в клоуну с Рома и соберутся к нему все евреи то есть вначале часть еврейского народа будет стоять в стороне ну как с Давидом было то же самое тогда он говорит когда это произойдет Исия с Хокулом Алпит тогда все получат Ихус он даст, каждому скажет его Ихус Алпит по его словам Бру Ахакедиш, Шатоноколов Святой Дух, который ляжет на него то есть он будет на том уровне что он сможет каждому сказать откуда ты Шанемер, как написано Ваеша висядет Мицарев у Митагер Мицарев очищает и Митагер делает того И Рамбом идет дальше Убней Леви Митагер тхилов потомка в Леви имеется в виду кто Левит кто Леви а кто Коэн с ним и занимается первым в Эймар и говорит так Зе Маюхас Коэн вот этот Коэн Маюхас он идет из линейдж Ардена Кея Коэн Зе Маюхас Леви этот настоящий Леви Ведейха Ашэйна Маюхасим Ла Исрау и отталкивает те которые не имеют Юхас к еврейскому народу да уже был Ризак, который говорил правильно на кому он говорил что этот Коэн и так далее но это не было а Ризал это был величайший человек и его поколение это был Мущех его поколение потенциально не потенциально настоящий он был Мущех поколения просто время не пришло не вода но это не потенциально он есть в Мущех в это время только если Всевышний не решил что в этом поколении приходит так он двигается дальше это не потенциально это настоящее потенциально это когда мы не уверены он Мущех нашего поколения или нет Ризал ученики то что мы знаем про Ризал он был настоящий это не был тот кто пробовал тот который как что-то имел какие-то признаки я вам говорю всегда есть люди которые знают это да верят нет в каждом поколении в каждом поколении есть всего лишь один такой да да понятно так есть люди которые недостаточно образованные и так далее могут видеть есть у нас два шанса три у нас есть несколько когда мы говорим несколько значит а кто есть Дейхамет пишет что и великие евреи смотрели и смотрели на настоящего то есть это если это наше поколение это он то есть нет вопросов он все остальное в нем ясно это имеет ввиду потенциальное когда мы говорим о шеях поколения не написано что потенциальное потенциальное он только в том что Всевышний не решил что пришло время прийти но он тот который если допустим поколение может если бы решил он не дошел до файмула когда он еще был так для этого поэтому когда он согрешил он сразу не дошел Бен Кузива в то время, когда Рамбам Диму, Рамбам говорит, он считал, он думал, представлял, что вот этот выглядит, но Рамбам от этого учат, что поэтому есть мужчины Хескес-Мушех и есть мужчины Вады, как ученики Волшем Тула и так далее, которые были величайшие мудрецы, или то же самое просто в Гемора Сан-Эдрен, в которых там было 4 группы, они говорили их которые звали Иша, а этого звали Менахом, а этого звали Хеске, так Гемора не говорит, что они ошибались, они не ошибались, это был настоящий, это кандидат в их время, то есть он был бы, но время не пришло, это разница есть между, поэтому, что я пробую сказать Так где мы находимся? Да, при жизни Мушеха мы теперь, третья Аллаха, мы прошли вторую, мы вчера первую прошли, 12 главы, а теперь мы третья Значит, когда Мушех, когда его царство устаканится и соберутся к ему все евреи, тогда он всех порух и кейдыш, который ляжет на него Шен-Эдрен, да, и он первого начисляет лейвий, этот лейвий, этот коэн, ведэйка шейнам хосим лысроя, и он отталкивает тех, которые не потомки евреев Что значит отталкивает? Ведохе? Ведохе, написано отталкивает Человек был как евреи, шужизнен как еврей, сейчас оказывается он не еврей, что это значит? Это хороший вопрос, потому что мы, это я должен сказать, я еще не помню, я не прошел эту часть, которая объясняет этот момент Потому что здесь есть небольшое противоречие, если он говорит отталкивает шейнам хосим лысроя, а потом идти дальше А Реймер харшос аллахэм, харшос выясняет в них, это цитата из Танаха, как я не помню откуда Я просто думаю, может быть технически еврей, он считается евреем, на самом деле он не ведется как еврей Он это отложит, ад умит кейен лурим витуми Пока появится кохэн, когда будет построен храм, и будет кохэн Гадол, и будет урин витуми И тогда мы сможем задать вопрос урин витуми То есть он вначале делает Он не скажет что это? Отталкивает тех, кто не евреи, как написано в аршосатанах И адам, подожди, пока появится урин витуми Потому что я не буду даже... Это коэн, это леви, он скажет, кто это... Потому что люди хотят клира, как вам Всевышнего сказать Хинли ламадута, а здесь ты учишь... Опять же он делает шалом сейчас Да? Я не хочу делать эти проблемы Смотри дальше, здесь еще, послушайте, здесь еще есть много Хинли ламадута, здесь ты учишь, что в руаха кейдаешь Что святом духом, который будет у мушеха, месьяхсен, а мухзокен Будут получить их из тех, которые знают, которые мухзоку наш, что он коэн или лейби У медийном юхасе он дает знать, кто настоящий линвич коэн или лейби Я одну вещь могу сказать сейчас, looks like, для меня Что человек, когда к нему приходит, он будет полностью ему доверять Мне важно твое знать истину, не потому что я сейчас буду негативно смотреть А, ты меня не считаешь коэн или лейби, или там, еврей Я хочу знать истину, поэтому ты мне скажешь, если что-то у тебя это... Не совсем согласен, потому что Рамам говорит во времена цирам и шейха Когда его царство устаканится, и соберутся войска апцуэлов кол и срок Все евреи То есть, тогда он начнет это делать То есть, кто-то к нему будет входить, уже не будут тех, которые не будут сомневаться Они все собрались к нему, они его приняли как царя Поэтому я про это говорю, что они принимают его мнение в любом смысле Он говорит, сейчас это я клир вижу, это да, а это я не очень уверен Но они говорят, окей, подождем Ну надо смотреть, как Леб это комментируешь Это очень... Бейс Йосеф сказал, мне здесь нечего добавить А мы начинаем... Это не тот уровень Просто я просто пробую здесь Понять, а в чем здесь свечи идут Здесь такие вещи, что... Идем дальше Знаешь, когда Рэбе что-то он учил, он хотел, чтобы вы научились его головой как бы работать Так раньше нужно пройти, что он сказал А тогда можно работать дальше Но мы много прошли с ним, Баруха, недостаточно, конечно Но именно на эти... Ну, ну, это мышление его просто Рэйн Амияхас Лаисрау Он не говорит Кто Йихус Евреев Элулы Шефтея Он только говорит Ты из колена Рувен, Шимон, Лейви, Иуда, Дон, Нафтолы, Го, Доши Шимедия, Шху, Шзэ Мишевит Плэни Он ему говорит Ты из этого колена, а этот Гзэ с этого колена Но он не говорит те, что они Кашрус То есть, он не говорит, что этот Мамзер Есть же такие евреи, и этот Мамзер Он то еврей, но он Мамзер Взэ Эвет, это Раб Ша Аддингу, почему он это не говорит Потому что закон Ша Мишпоха, Ша Нитмо, Нитмо Мишпоха Семья, которая влилась Как говорят, Нитмо Потонула, влезла в еврейский народ Мы ее оставляем, мы ее больше не трогаем Если прошли поколения, они были приняты, мы их не трогаем Это Аддин Рабам говорит, это закон Поэтому Машия будет говорить Ты Шейвет, Лейви, Иуда С какого-то колена он не будет входить Маюхас, или Мамзер, или это Это он не будет трогать Кто это будет трогать, и когда Оставляем это Рабам говорит, закон, что тот, кто Мишпоха Ша Нитмо, кстати, закон Рабам говорит, это закон В Талмуде есть полно споров про это Но здесь, когда Рабам начинает это комментировать Всю Тору проносит И здесь становится Вау, откуда Рабам это взял Как он это базирует И так далее Это Аллахагин После того, как все соберутся вокруг него Он скажет Ты Коэн Лейви Это первое Первое Шейвет Лейви А потом он всем евреям скажет Ты Коэн на это, Коэн на это, Коэн на это А детали, он говорит Дополнительные детали будут Когда появится Коэн И будет улыбит он Тогда мы проверим То есть Коэна можно сказать только евреям Не евреям нельзя сказать Ты из Коэна Конечно Это он скажет Вы подождите Он говорит Или он скажет нам это Но это интересно Почему-то Рабам это говорит Ты Коэн, ты Лейви И оттолкнет тех Ше Эйнун Маюхосим Лейсрол Которые не относятся к еврейскому народу То есть между Коэнем и Лейви Которые сегодня мы знаем Они думают, что он Коэн на Лейви А потом узнаем Что это не так А может наоборот Кто думал, что он не Коэн Лейви А сейчас стал Коэн Лейви Правильно? Вот так же кажется Правильно? У Рабы есть история Когда молодой парень Зашел к Рабу на Ехидас Из Монреаля И написал свое имя И Раб спрашивает А ты не Коэн? Раба прочитывает его письмо Он подписывает свое имя Имя мамы Он не пишет А Коэн Обычно если ты Коэн Ты пишешь Коэн Раб спрашивает А ты не Коэн? Раба ему отвечает На вопросы А вы не Коэн? И он уходит Третий раз Раба ему спрашивает Окей Он уходит из Ехидас Он спрашивает Что Раба мне хочет? Он говорит У тебя папа? Он говорит Но бабушка Папы у него не было Или был папа Но это была бабушка Папина мама Жила в Монреале Он говорит Свяжи с ней Пошли Рабины к ней Понять Раба сказал Коэн То есть Они начали с ней говорить Она не была очень религиозной Она спросила Коэн Она говорит Конечно Мой тесть был Коэн Как это? Он был Таэн Но мой муж уже не религиозный И это Она никогда не рассказала детям Сын не понял И внук не знал Что он Коэн Он зашел Коэн А ты не Коэн? Раба спросил Он унюхал Ну Поехали дальше Ха-Аллах Мы завтра будем заниматься Потом мы сможем пройти Сухой рамбом Внутри Потом коментарии Это весь Очень много Рамбом дает Голоха четвертую Лэн Исаава Хохомин Мудрецы не жаждали Ваганвин и пророки Йемейса Мушеха Они не жаждили приход Мушеха Не для того, чтобы они стали руководителем всего мира. Не для того, чтобы они начали руководить со всеми горами, диктовать их как жить, стать хозяевами их. Не для того, чтобы все народы их подняли. Евреи, это евреи, это самое высокое. Не для этого. И не для того, чтобы есть, пить и веселиться, то есть have a good life. Который сегодня у нас есть проблемы и так далее. А придет на шеях, гуляй, Вася. Он говорит, не для этого, не мудрецы и не пророки. Элло, для чего? Когда еще пнуем, чтобы они были свободны в Торе и ее мудрости. Чтобы Евреи мог, почему они хотели приходить на шеях, потому что тогда у нас появится возможность учить Тору по-настоящему. Все головные боли уйдут. Эллои, Аллахем, и не будет у них негеш, тот, кто будет их мучить, платить моргить, платить за дом и так далее, и так далее. Умывател, тот, кто будет им мешать. Кедей, почему они захотят так сильно учить Тору по-настоящему, это еще искала Хай, Аллахаба. Чтобы заслужить жизнь Аллахаба. Как мы это объяснили в законах Хилхат Чува, Рамбам, которые мы учили раньше, в начале Рамбам, Гилхаса Сейда Тейра, там есть Гилхас Чува. Кстати, Рэба когда в комментариях берет, как Рамбам это говорит, Гилхас Чува, и как он это говорит здесь, и меняется, и здесь другие слова, другой посык. И Рэба говорит, что происходит. Он что, забыл, что он там написал, здесь он пишет немножко иначе. И Рэба объясняет, что есть понятие Чува, исполняется права Машеха. Это разные концепции. Аллахагей. Последнее. У Беэйса Газман, и в то время, то есть, приход на шиху, Лэй Йи-Яшом, там в этом мире не будет. Лэй Ро, не будет голода. В Лэй Милхома, и не будет войны. В Лэй Кина, и не будет зависть. В Тахрус, competition. Как по-русски competition? Соревнование. То есть, не будет, ну, соревнование, это будет позитивное соревнование. То есть, мы учим, кто учил, запомнил, понял, отвечаем на это. А Тахрус, это именно страйф. То есть, competition, это... В негативном смысле. В негативном смысле. Почему не будет этого? Шагатейва... Конкуренция подходит. Да, больше конкуренции. Шагатейва, потому что хорошая Тия Мушпа Асгарда. Хорошего будет очень много. Вахола Маданин и все наслаждения, мыцуем, будут находиться кофр, как песок. Здесь объяснение, как песок, очень много. Или не будет снять... Второе объяснение, что все наслаждения в глазах людей будут, как песок. Никакой ценности не будут с ними иметь. Их будет очень много, и никакой ценности будет, как песок. Теперь Рамба продолжает дальше. Валуи... Самое главное наслаждение, это Бог раскрытый путь. Да. А туда это все... Слушай, слушай. Валуи... И не будет занятия всего мира. Элла ладаа сосошем билва. Только познание Бога. Всего лишь. Билва это только. Теперь слушай, смотри, здесь не написано. Еврейский народ. Кол исро. Написано. Кол гуэйлом. Весь мир. Все 8 миллиард человек. Весь гойский мир. Все люди на земле. Белые, красные, черные. Все, которые будут с приходом в машину. Ихнее занятие. Ихний бизнес будет один. Познать Бога. Лафико храмом продолжает. Поэтому ею будет есроил евреи. Хохомим гдели. Евреи будут очень большие мудрецы. Хохомим гдели. Вы едем и будут знать дворы, гостуми. Вещи, которые скрыты. Так как раньше он сказал, что у пророков, у пророков, они сатун. Не открываются. Он говорит, тогда, он говорит, евреи будут знать вещи, которые скрыты. Более того, слышите, что Раман говорит такие страшные слова. В ясиду и они поймут даас бейро. Понимание ихнего творца. Евреи начнут понимать Бога. Но он говорит кефи кея хода. Насколько человеку есть возможность его понять. Здесь Рэба комментирует. А как мы могли... Причем он говорит, сколько человек может понять. Понятно? То, что человек не может, он не поймет. Рэба объясняет, что это значит. Это значит, что тогда Всевышний даст дополнительную силу человеку уметь начать понимать его. Да, и второй полушарий мозга начнет больше работать. Полный мозг. Полный мозг. Полный мозг. Да, да. У нас же обычно работает где-то там 5%. Это у талантливых. У милии талантовых там 2-3% всего лишь. Ну, говорят, что у Эйнштейна там 5 или 6% в мозге работало. Шенемер, как написано, Кумола Гоорец Дея Эсавая. Заполнится земля знанием Бога. Это постик. И Рамам заканчивает тот же пост, заканчивая Камайм, как вода, которая покрывает океан. Камайм, как вода, которая покрывает океан. То есть мир. Все будет в этом мире. Все в этом мире будет покрыто океаном знанием Бога. Когда ты смотришь на океан, ты видишь только воду. Ты не видишь деревья, ты не видишь животных. В океане есть целое, все, что есть на суше, есть там. Только ты видишь только воду. Рэба задает вопрос. Последние три слова, Камайм, Леома Хасим. Он приносит, мол, Горец Дея, в Гилхас Чува. Но там он останавливается. Он говорит, что он будет в Гилхас Чува, потому что с приходом и шрифом. Земля наполнится знанием Бога. На этом он останавливается. А здесь он приносит еще три слова. На это добавка три слова. В этой книге этот парень собрал 31 объяснение Рэба на вот эти три дополнительные слова. 31 возможности, когда вы объясняете, что Раббе хотел сказать. Одно, второе, третье, пятое. 31 объяснение. Мы, даже ребята, которые, я всегда тут учил с ребятами, никогда не знали, что сколько он собрал, все, что он нашел в словах Рэба. Здесь бросается несколько очень сильно прямо в глаза вопросов. Я вам сейчас дам. Рамбам говорит, что мир будет в законах природы, никаких чудес. А скажи мне, что весь мир начнет учить только познание Бога. Это не чудо. Это же сумасшедшее чудо. Ну, это не открытое чудо. В принципе, люди могут сидеть учить. Мы же сидим. Он говорит, не будет изменения в творении мире. Так здесь, и, кстати, и здесь он пишет про Машеха, а здесь он пишет, мы не знаем. Потом он говорит, что Машех будет делать это. Когда начинаешь смотреть, ты видишь, здесь вещи прыгают. И общая идея, что Рэба раскрыл, и это очень многие мучились с этим срамом. Мы мучились, потому что здесь он говорит ясно. Потом здесь он говорит, это неясно, когда он придет. Рэба говорит, что то, что он пишет ясно, это значит, что он решил, это тоже, что ясно. То, что неясно, он говорит, это вещи неясно. А Денин говорит, что все, что он говорит, значит, неясно, потому что это сам себя же не будет. Рэба объясняет, что в приходе Машеха есть эпохи. И когда мы видим этот Рамбом, мы видим, он идет по эпохам. Есть первая эпоха, и в то время не будет изменения в мире. Кстати, Рамба мне говорит про Кхият Амиси. Нет слова. Еще нет, может, дальше? Где Рамба? Все, закончился. А вы же говорите, целая книжка для чего? Это комментарии на эти 9 Аллахот. Мы прошли 9 Аллахот. Рэба комментирует их. 700 столетий комментариев. Рамба заканчивается. Смотри, заканчивается Рамба, все, больше нет. Последнее слово Рамба. Камам луя махаси. А вы говорите, что есть эпоха. Уже все понятно. Зачем такое большое серфи? И так все понятно. Комментарии Рэба, где Рэба приносит всех. Это книга комментариев Рэбы. Хиду Шенгуурен Вилхас Молохам Лараба. Алло. Двар Малкос. Это только комментарии Рэбы на эти 9 Аллахот. А почему не упомянуты Тхиат Амитим? А? Почему не упомянуты Тхиат Амитим? И другой вопрос. Почему он проинтранзим? Это хороший вопрос. Но здесь другой вопрос. Он говорит, что Мащеек не сделал никакие чудеса. А ничего не изменится. Как? Тхиат Амитим. Это же самое большое изменение, которое может быть в этом мире. И это как раз против природы. Exactly. Рэба говорит, почему Рамба здесь не упомянуты этого. Потому что Тхиат Амитим это после этого. Поэтому он здесь это не пишет. Почему он законопро это не писал? Про Тхиат Амитим? Когда уже будет Мащеек, когда весь мир будет знать Бога, когда весь мир будет заниматься этим, тогда Мащеек будет действовать дальше. Ему не нужно про это писать. Это мы знаем. Он даже не упоминает о том, где. Он упоминает Тхиат Амитиму. Рамбом есть целое письмо от Тхиат Амитим, которое он писал. В свое это, когда мы не верили в Мащеек и так далее. Целое письмо есть у него. Большая книга. И мы это Здесь он это не поминает Рэб объясняет, что Рамбам пишет Минимум Которое должно быть в Галахе Но Есть два прихода Машеха Есть приход Машеха Вовремя Есть Ахишено Когда он приходит раньше Есть приход Машеха Когда евреи заслужили Заху И есть когда Машех придет Лоза Не заслужили Рэб говорит, что Рамбам Так как он пишет Галах Он должен дать минимум Это что есть Минимум в Галахе, что должно произойти Если евреи заслужили Или Рэб говорит, что сегодня Мы уже прошли дату Машеха Там будет намного выше И поэтому На этой веке Рамбам говорит Мы не знаем, когда будут, пока они будут Что имеется в виду Машеха Когда придет время Машеха Почему мы не знаем, как оно будет Пока не будет Знаем очень много Почему это мы не знаем Рэб объясняет Потому что Когда Машех придет Если это будет в свечении В состоянии Зоху Так это будет намного В более высоком уровне Чудеса начнутся намного раньше Если Если это Ло Зоху И это Вовремя Тогда есть минимум Рамбам пишет Аллоха в минимум Он не пишет максимум Потому что он может писать Что будет так А может Когда они подойдут К этому времени Это не заслужили такое И есть эпохи И таким образом Все становится В Рамбам Становится на все места Не только в Рамбам Все, которые упоминают Машеха И проходит Шах И становится оно на месте Одно из вещей Которое здесь очень сильно Где Рамбам взял Что Машех Поможет евреям Вернуться к еврейству А потом он говорит И исправить весь мир Где такое? Откуда взято Что Машех Исправить весь мир Он исправит весь мир Что в мире Не будет ни один Гой Который не будет соблюдать Шаха Митцамена Он не написал Что он исправит Написано Что Пятый Абахе Исправится мир Как-то не Извиняюсь В мире не будет Так вы? Пятый Нет 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 Пятый Мочи Да Ну да Ну да Это раньше 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 Ора Миклот Да В имя Ямед Малах Ох Четвертая Аллаха Которая училась Собази всех евреев В Нибе Мши Хвады Им лои цехоткей Да А это в первой главе Дальше Дальше Да Да 1111 Конечно Одну минуточку Где-то здесь Сейчас 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 Здесь Барон Здесь Исако Назовало Здесь Здесь Назовало С помощью Вы уже наизусть знаете это все. Да, но тем не менее. Видишь, насколько я знаю? В Иосаку это что делать в Монародне? Исправить весь мир? Исправить весь мир, да. Черт, что бы Иосаку будет работать. В Иосаке, и Он исправитесь. В Иосаке, и Он исправитесь. Я говорю В Иосаке, да. Да, да, да. Я должен переводить на нормальный Юрчук. Я не перевожу, я просто произношу, как произносит Нашхеназин. Несколько тысячелетий, да. Да, я понял. В Иосаке на Зуэйлом Кубе. В Иосаке на Зуэйлом Кубе. Где же эти слова? Ну, домашнее задание вам. Нариси эти слова. Да, нет. Сейчас нету, что есть. Я то, что есть. Я люблю.